Татьяна Волосожар и Станислав Морозов Они, в общем, по результатам пока... Ну вот смотрите, что они тоже заявили. Тройной тулуп, двойной тулуп, тройной сальхов. Да, то есть заявка очень серьезная. Ну это каскад у них. Тройной тулуп, двойной тулуп. Да, такой же, как у нашей пары предыдущей. Ну посмотрим. С него они, кстати, начинают. Тоже первая часть заявлена очень серьезно. Это максимально возможное. Вот. Подбираются к тройному тулупу. И двойной тулуп. Не сделали, но разошлись. Нет, ошибка на втором прыжке у партнера будет снижение. Но как бы считать, это элемент защиты. Теперь тройной сальхов, что важно. Нет. Нет, совсем нет. Вон с одинарным. Ну видите, у нас появляются шансы. На серебро. Да. Как минимум серебро. Ну что ж, а посмотрим, как они сейчас будут выходить из этой ситуации, в которую они попали. Ну это им проще, потому что посмотрите, какая разница весовая между партнером и партнершей. То есть все поддержки у них должны быть легкими. Это сделано. Выброс хороший. Вот поддержки очень легкие. С хватом, с одной руки он поднимает. Они будут очень высоко оценены. Но в этой паре это, конечно, большое преимущество поддержки. Опять с одной рукой он поднимает в одну сторону. Помните, мы вчера с вами видели эту поддержку в короткой программе? Сложный подъем вправо и потом переход в левое вращение. И такая впечатляет эта легкость, да? Видимая, во всяком случае, с которой он делает эти поддержки. Как будто она ничего не весит. Ну вообще-то она правда ничего не весит. Посмотрите, она легенькая, тоненькая. Проседенция спиралей. Сделали перетяжку, потом приняли другое положение. Надо отстоять оговоренное количество времени. И вот теперь спираль на другой ноге. Еще один выброс сальдо. Хороший выброс, очень легкий. Ну, кроме прыжков, они остальное исполняют очень уверенно. Оп, да, вот это срыв. Вот это совершенно неожиданно для такого мощного партнера. Оказывается, это не так легко. Видите, это сложная очень поддержка. Я вам вчера сейчас сказала, что поддержка... Они одни, кстати, делают это. Никто больше из пар за это не берется. Но вот ошибка. И он посадил ее на плечо. Поддержка вообще не защита. Нулевая. Нулевая. Ну да, думаю, да. Она не была исполнена. Вот это очень досадный сбой. Конечно же, это не их ошибка. Потому что поддержки, я думаю, они делают всегда уверенно. Он изменил положение циркуля, поставил ногу вперед. Ну, все остальное интересно, да? Кроме вот этого исполнения поддержки и прыжка. Вот казалось бы, мы видели, что поддержки – это их сильная сторона. Их козырь. А вот, может быть, как раз это их и подвело, потому что он знает, что уж в чем в чем, а в поддержках он не ошибется. И потом была усталость, и чуть-чуть неверный хват, неверный наклон, и все, она у него заскачила с рукой на плече, оказалось. Ну что ж, у них нулевая оценка вот за эту поддержку. И, в общем-то, Сальхов параллельный прыжок. Вот не было его вообще, одинарный был у него. Ну, где-то там минимум, мизер какой-то получил. Вот это вопрос опять контролеров. Что тут можно считать? Раньше это не считалось никак. Теперь что они будут считать? Двойной ее? Сейчас посмотрим. Или его одинарный? Одинарный нечего считать, он ничего не дает. Сейчас посмотрим. Ну, сейчас момент такой для нас важный. Вот показывает нам тулук в повторе. Да, вот здесь они просто разошлись. И у него здесь была ошибка. Ошибка, он на две ноги приземлился. Это хорошо. Это тоже очень неплохо. Да, да. Вот интересно, покажут нам вот этот момент, когда не получилось. Это хорошая поддержка, это очень хорошая поддержка, сложная. Сжимом одной рукой, смотрите, сколько положений внутри. И с легкостью необыкновенной исполнено. Нет, они нам, наверное, вообще это не покажут, потому что, может быть, даже режиссер и не понял, что там должно быть, должна была быть поддержка. Думаете, посадил на плечо и посадил, пусть сидит. Хотя было бы это очень интересно в повторе увидеть и понять, что же случилось. Почему? Нет, мы не увидим этого фрагмента. Сам не может, очевидно, понять, так посмеивается над самим собой, что как же вот такой прокол. Но сейчас очень важный момент, потому что решается судьба как минимум серебряные медали. А может быть, и как у Максима, и бронзовые, да. Ну и бронзовые тоже, всех медалей сейчас решают. Они третий в произвольном катании. Да, я думаю, что они и третие. Видите, за технику поставлено очень мало. Мне кажется, у нас две медали. Да. Третье место в произвольном программе. Сейчас посмотрим общее какое. Ну, они третие, значит, там же разница была вообще четыре сотых всего. Они остаются без медали, да. Ну что ж, у нас две медали. Так, я вас поздравляю, Николай. Поздравляю всех.